Спасибо. Здравствуйте. Ну что же, продолжаем практику. И давайте, как обычно, начнем с осознания, осознавания своего текущего состояния, внутренней погоды. Проверим ее, какая она прямо сейчас, чтобы потом могли замечать, что происходит во время практики, какие изменения. Тонкие, может быть, едва заметные. Так, с чем мы входим в практику? Хорошо. И затем прозвучит гонга, и мы как будто пересечем порог. То есть символически можем как-то так для себя это определить, пересекаем порог практики. И дальше предлагаю сделать вот эти четыре упражнения физические, которые мы стали делать не так давно. Думаю, что они хороши сейчас, чтобы мы их вместе поделали. Давайте погладим себя по животу сначала, по часовой стрелке. И потом запустим эти потоки воды, как будто бы через поглаживание, проглаживая все тело, с таким непрерывным движением, текучим, потекая, омывая руками все тело по коже. Очень так нежно, но при этом плотно соприкасаясь. Вот как вода, которая занимает весь ландшафт, по которому она течет. И вот можем так огладить все-все тело, где только возможно достать, в том числе спину, там тыльной стороной ладони. И как-то по-разному везде. Чай, голову, лицо, не забудьте. И постепенно-постепенно завершим. Несколько мгновений, может быть несколько дыхательных циклов, посидим так спокойно уже, чувствуя какое-то послевкусие этого прикосновения, этого качества именно прикосновений. Как оно еще дотекает, как меняется что-то в теле, в ощущениях. Что с дыханием происходит, как сейчас чувствуется целом общее состояние. Затем добавим стихию огня. Чуть-чуть через опять же прикосновения специфические. Начнем обхлопывать себя по всему телу. Такие вот легкие, обжигающие слегка прикосновения. Когда на голову заходим, мы можем этими ногатками вот так укалывающие, такие покалывающие прикосновения. Тоже стимулирующие всю голову. Лицо мягко, подушечками пальцев. При этом все равно чувствительно, чтобы мышцы мимически немножко пробудились. и дальше пойдем по телу, чувствуя, где какие вот эти похлопывания уместны. Где послабее, где-то посиленее можно. Так, чтобы именно как-то чуть больше стимулировать, пробуждать поверхность тела. пройдем все тело, включая стопы, если до них есть возможность дотянуться. Спину тоже как-то там этими пыльными сторонами ладоней. Вот и опять сядем и сидим какое-то время, чувствуя, как шлейф ощущений еще меняется после этого, как вот эта энергетизация постепенно происходит, как каждый из качеств прикосновений что-то добавляет в свои ощущения, в свои оттенки. Как сейчас дышится. Хорошо. Следующий качество — это воздух. и можем начать как будто так снимать с себя какие-то вуали, старую кожу какую-то как бы так вот стряхивая, но при этом продлевая дальше не резко, продлевая дальше в воздух как бы сильно такие воздушные воздушные прикосновения, снимающие что-то добавляющие может легкости. тоже пройдем по всем участкам. Опять посидим в это время чувствую разницу с предыдущими опытами. Как сейчас дышится, как те или ощущения какие именно. Наконец, четвертая — земля. Пожем начать обминать как у себя, будто бы придавая форму телу или напоминаем об этой форме. Форма и плотность с границы определяя плотность тела, то есть качество земли. Тоже пройдем по всему, где можем дотягиваться, там спину как-то тоже стараемся чувствовать, какие участки более жесткие, там где кости, ближе к поверхности подходят, где мягкие, где мышцы больше, где там мягкие ткани. Пройдем тоже до стопа, если есть возможность стопа с двух сторон тоже обмять, было бы хорошо. И постепенно завершим так же и усядемся уже для нашей такой медитативной позиции. в медитативную позицию продолжая чувствовать, что в теле происходит, как вот эта энергетизация, оживление, может быть, вот уже от всех четырех видов прикосновений, как она происходит. приходит мы чуть больше приходим в тело и действительно как-то возможно оживаемся, оживляемся степенно присутствия в теле. в теле. Давайте первично выстроим позу, почувствуем таз, если нужно что-то еще поправить как-то, ноги как-то положить или поставить удобнее, лучше, чтобы сидеть более устойчиво, то можем это сделать. вытянем вверх корпус, позвоночник, макушку головы, чуть-чуть утапливая подбородок в горло. Руки положим удобно, живот можем отпускать. И вот когда мы так первично начинаем сонастраиваться позой, можем чувствовать, что меняется. в том числе в общем состоянии, во внутренней погоде, в общем переживании себя, как поза начинает нас влиять. Затем прямо из-за этой позы, из-за этой формы нашего сидения можем оглядеться в пространстве, пуская в зону восприятия своего внимания, осознавания этот фактор, что мы находимся в пространстве каком-то и можем замечать свои тенденции. Если глаза ходят в горизонтальной плоскости, давайте расширим поле, внимание, вспомним о верхе и низе, расстоянии близко и далеко, о трехмерности пространства. Встречаясь с объектами на разном расстоянии, разной высоте, можем чувствовать себя относительно них. Проксемика вот эта близость, дальность, общее расположение. Можем как будто включать себя в это общее пространство, вспоминать, что не только мы смотрим изнутри на что-то, но можем как будто еще какие-то зрения видеть или чувствовать себя смотрящих на что-то, себя в отношениях с чем-то. Если вы в комнате, есть возможность выбринуть в окошко, туда посмотреть, тоже ввести взгляд дальше, чувствуйте, как переживание возникает или меняется скорее. Когда мы смотрим дальше, далеко, в небо может быть куда-то. И в целом, когда мы чуть-чуть так побыли с пространством, можем осознать, почувствовать, как мы сейчас. Действует ли это как-то на нас прямо сейчас. давайте сейчас посмотрим перед собой, немножко расфокусировав зрение, отпустив его, просто осознавая, что пространство есть над нами, по бокам, сзади, впереди, везде. а под нами есть опора физическая. Можем все это чувствовать и видеть, просто быть в контакте с этим. Возвращаясь, больше присутствия прямо сейчас, прямо здесь. в какой-то момент можем позволить глазам закрыться, но время почувствовать разницу, что меняется, когда уходит визуальный канал, что начинает больше проявляться ощущение тела, звуки, мысли, еще что-то. выдох, выдох. Давайте несколько раз вдохнем поглубже. Чувствую, как такой простой акт, как вздох, более глубокий вдох и потом долгий-долгий выдох, как они на нас действуют. Может быть, с выдохом мы можем что-то отпустить чуть больше в теле вместе с весом тела, какие-то лишние напряжения где-то стекать вниз. Приведем внимание чуть больше в таз, побудем немножко с этим ощущением опоры. Если она не очень хорошо чувствуется, можем напрячь ягодицы, промежность, втянуть в себя все в области таза, все мышцы и потом отпустив почувствовать разницу. Чувствую, как тело усаживается, уплотняется этот контакт. Также отпуская живот чуть больше. продолжая оставлять часть внимания в области таза. Начнем вырастать вниманием по корпусу вверх. Чувствую, что это меняет, когда мы доходим до грудной клетки, до плеч. Может, они будут немножко так раскрываться, разворачиваться. меняется ли дыхание при этом как-то. Дойдем до макушки, чуть-чуть поправим голову, немного утапливая подбородок, горло, утягиваясь именно макушкой. Затем покачаемся вперед-назад из стороны в сторону, еще может быть вперед-назад, чтобы найти почувствовательное тело вертикально в оси. Село само это нашло. И останемся так. Собираю все вместе. Тяжелый таз, внутренняя вертикальная ось, макушка устремлена вверх, без напряжения, просто устремлена. Бородок утапливается в горло, тоже без напряжения, мягко. Живот опускаем, всякий раз, когда чувствуете там напряжение, просто чуть-чуть отпускать. Постепенно, постепенно можем чувствовать, как сонастраиваемся с этой позой и как будто в ней располагаемся. передавая форму телу такое определенное. Можем чувствовать, как эта форма начинает на нас влиять в общее состояние, общее переживание себя. хорошо, дальше, если это вам удобно, положите одну руку на грудь, другую на живот, немножко поискать точки соприкосновения, где это ощущается как-то, как-то, как-то хорошо ощущается, правильно, как-то. Нет других тут эпитетов, можем это почувствовать. Какой-то контакт с собой возникает, может быть. И пока руки лежат, так можем чувствовать дыхание, тепло, может быть, возникает потихонечку под руками. Затем, если мы пойдем уже на какой-то более символический уровень, куда-то вглубь, импульс от рук туда внутрь пустим и спросим себя, зачем мы здесь, что это такое здесь происходит для нас, зачем нам эта практика, зачем мы соучаствуем вместе в этой практике с другими, какая наша мотивация, у каждого из нас что-то свое есть. Затем, если мы прикасаемся к этой своей мотивации, можем посвятить сегодняшнюю практику, утвердив ее в этой мотивации, вспоминая о том, что ценно, о том, что важно для вас лично, для вашей жизни, для вашего пути, также, может быть, что вы проводите через свою жизнь, через свой путь для других, для жизни, большой жизни вообще. Пафосно внутри, может быть, не звучали эти посвящения, может быть, важно обратиться к смыслу и ценности этого. почувствовать влияет на нас, влияет ли как-то на нас такое обращение к ценностям нашей практики. Потом положим руки удобно, если положение под животом в виде чаши удобно, то так можем сложить. Снова вернуться к оке чуть больше. Тяжелый таз, вертикальная ось, макушку устремлены наверх, живот натускаем, руки сложно и удобно. Здесь можем наполнить эту позу своим присутствием, своим чувствованием, осознавая, как форма, как поза влияет на нас. И чтобы чуть больше наполнить позу своим присутствием, давайте пройдем по зонам тела, чувствуя, что в них меняются в эти моменты. Глаза, мышцы вокруг глаз, пространство за глазами. Можно отпустить и что само отпускается. Нижняя челюсть. Здесь вот, когда мы ее отпускаем, разжимая челюсти зуба, можем чувствовать явное ощущение отпуска и чувство веса челюсти. Влияет ли это на дыхание ваше при этом? язык во рту можем почувствовать лежит спокойно. Затем все лицо, кожа, мышцы, лицо. Затем лапшие плечи. Здесь когда макушка продолжает очень так мягко, нежно устремляться вверх, плечевые суставы могут стекать вниз завесом рук каждым выдохом. Можем чувствовать постепенное очень-очень мягкое нежное увеличение расстояния между головой и плечами. может что-то в плечах будет отпускаться чуть больше А руки от плечих суставов до пальцев до ладоней почувствовать лежат спокойно опираются руки тоже что-то висит они это защищение опору в руках может давать чувство спокойствия тоже в руках затем обратим внимание на спину как она дышит она дышит дыхание как будто бы обнимает нас сзади может поддерживать оживлять спину но может быть это прямо сидение нашим не будет большой проблемой что лишнее напряжение вопрос стекать вниз каждым выдохом расширим внимание до всей грудной клетки чувствую как она расширяется спадает вся целиком прощаться на волнах своего дыхания быть с ними и и Субтитры сделал DimaTorzok Есть возможность чуть больше отпустить живот, можем это сделать и позволять ему дышать, участвовать в дыхании, двигаться немножко. И парк промежности, еще раз ягодицы, ощущение плотности контакта с опорой, пройдя тело сверху вниз, можем еще больше отпустить вес, еще больше позволить ему сесться, тело. Ноги от изобедрения встав к стопам. Снова вернемся к единству тела, к самопереживанию этого единства. Вливаясь в это пространство, в эту форму, заполняя ее как рука, заполняя перчатку. Становясь этой формой. Созволяя ее качеством пропитывать наше общее переживание. Сидеть как гора, устойчиво, стабильно. Тяжелый таз, вертикальная ось, макушку устанавливаем вверх, живот дышит, руки лежат спокойно. Все это вместе. В этой неподвижности можем обнаруживать много движения. Тело все время балансирует. Совершает микродвижения. Можем их замечать. Чтобы оставаться в этом положении, оно балансирует само себя. И то внутренние ощущения все время меняются. Приятные, нейтральные, неприятные. Текут, меняются. Можем со всеми ними быть. Чувствую их. Просто быть с этим течением. Одно из главных течений — это дыхание. Как же можем быть с ним? Чувствую его. Возвращаясь к нему, к этой реке дыхания в себе. С навязьей. Дальше мы соберем все это вместе, немножко расширяя свой опыт. У нас есть сочетание неподвижности и внутреннего движения. Можем это замечать, как происходит. Как это само все происходит. И можем просто отдавать себя этому процессу. Затем можем вспомнить о слухе. Слушание, что слух тоже происходит сам по себе. Уже сейчас. Можем расширить внимание до слуха также. Куда-то уводя его дальше и дальше. При этом не уходя из тела. Если вам удобно с открытыми глазами, то я предлагаю приоткрыть немножко глаза. Чуть-чуть совсем. Ослабленно смотреть перед собой, не фокусируя взгляд ни на чем. Если он фокусируется сам, можем замечать это и отпускать снова. Смотреть примерно под 45 градусов куда-то в никуда. Вот есть основа этой практики у нас теперь. Телесная составляющая. Все чувствование всего, что есть в теле. Кучая дыхание. Есть слушание, есть видение. Есть пространство осознавания, в котором можем осознавать также приходящие мысли, чувства, состояния. Когда вы будете улавливать, что вы погрузились в какие-то мысли, само осознавание этого может быть ценным. надо отмечать. Я в мыслях. В истории какой-то. Просто возвращайтесь сразу же к присутствию в этих каналах восприятия. Вижу, слышу, чувства. Давайте посидим какое-то время. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Крик Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 мы можем собирать сегодняшний урожай сегодняшней практики еще раз почувствовать и осознать внутреннюю погоду свое текущее переживание какое оно сейчас повлияло ли как-то на вас сегодняшняя практика если повлияло то чем что полезно здесь было для вас сегодня важного ценного что смогло чуть больше воплотиться через вас пройти и можем завершить если это удобно перед нашим ритуалом когда одну руку мы пойдем себе на грудь другой на живот если это вам не подходит другому это сделать чувствуя себя можем во первых поблагодарить всех кто был до нас учителей вы сами считаете своими учителями кто-то пришел через книги это живую вот еще как-то вашу жизнь можем сказать им всем спасибо за их влияние на нас на нашу жизнь не могли приходить и уходить можем поблагодарить их всех за встречи за эту передачу чего-то важного нам также можем взглянуть в будущее и как это ни странно и парадоксально поблагодарить всех кто будет после нас людей с теми же ценностями или близкими ценностями которых важно самоисследование развитие освобождение от своих ограничений которых важно будет идти путем своим путем нашим путем также можем поблагодарить всех сейчас всех наш нас попутчиков как вот людей которые собрались здесь людей которые были на нашем пути и в конце мысли остаются даже если они ушли уже все равно они по-прежнему наши попутчики можем поблагодарить себя за следование этим путем своим путем мы также можем подумать что мы могли бы проносить дальше в своей жизни чем делиться чем мы можем быть щедрыми с другими может быть это как-то связано с нашей практикой здесь но не обязательно прямой может быть какие-то качества которые здесь становятся ценными можем дальше распространять свою повседневную жизнь может быть сейчас не приходит ответов каких-то точных мы можем взять с собой вопрос сегодняшний день и дальше и давайте сейчас себе погладим по животу по часовой стрелке потом как бы снова разглаживая по всему телу как будто пускать какие-то потоки воды омывая себя руками и одновременно как будто бы распределяя все по поверхности тела что-то распределяем что-то хорошее обязательно и потрем по мнем где-то в каких-то участках которые затекли и потом еще добавим движения потягивания раскрытие расширение тела в разные стороны крылучивания может быть как-то очень по-разному потянемся крым глаза в какой-то момент если они еще закрыты глядимся в пространстве снова его впуская в поле уверения поле осознавания вот мы здесь можем еще потрогать какие-то объекты бывает полезно вернуться лучше больше еще в присутствии и давайте закроем формальную нашу практику послушаем звук гонга и после этого 10 минут посвятим какому-то творческому отклику и планируем 2 а 2 а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Человек, которые будут это пространство как-то беречь, в смысле как админы, выступать администраторы. То есть в их задача будет входить просто открыть пространство в колокол, два раза ударить в начале и в конце. Ну и следить там, чтобы не было всяких хулиганств. Потому что бывает, тролли приходят. Поэтому вот утром мы обычно не включаем эту комнату ожидания, потому что вроде тролли спят видимо утром в наших широтах. А вечером они могут часто приходить. Ну бывает часто. Не так часто, но бывает. Вот. Так что там работает комната ожидания и фейс-контроль, соответственно. Поэтому если вы будете вечером приходить как-нибудь там обозначать свои фамилии, там нужно, чтобы было понятно, что это какие-то свои люди. Вот. Ну и, соответственно, пять человек у нас будут. Они будут как-то очередь выстраивать, чтобы не было большой нагрузки на одного, на кого-то. Дежурства такие у нас будут. Вот. Ну а остальных я просто прошу тоже поддерживать своим приходом это пространство, если оно для вас ценно. я так никогда за эти полтора года на большой срок на такое вот не покидал пространство. Это там было у меня на пару-тройку дней, может быть, максимум. Вот. Так что буду рад, если вы продолжите сидеть тут, разговаривать, если захочется поговорить, ну и практиковать вместе. Я вернусь, соответственно, 11-го числа вечером, я уже должен выйти. Но я буду, может быть, если у меня будут какие-то окна, просто там, конечно, скорее всего, будет такая большая интенсивность в этом живом, нашей живой программе. Но буду стараться, если будет возможность, хоть на пять минут там забегать в какие-то моменты, посидеть чуть-чуть, если будет получаться. Вот. Это просто такое объявление. И можем вернуться к практике. Может быть, о прошедшем ретрите еще какие-то есть. Инсайты там, не знаю, что-то доходит, какие-то отклики. Что-то захочешь сказать. Или о чем угодно, о жизни вообще. Хочет сказать... Илья, да, скажите, пожалуйста. Доброе утро. Поговорю за практику. Да, у меня такое интересное... Можно как инсайт назвать, что вот это переживание просто сидения, что я просто сижу, оно очень как-то хорошо перешло в жизнь. И я стал наблюдать за тем, что происходит очень много вещей, которые просто происходят как бы без моего участия, на моем контроле даже. Когда я иду, когда я еще что-то делаю. И это... я прям чувствую какое-то освобождение. Как будто это какое-то другое качество расслабления появляется. Вот. И это очень ценно для меня, что это происходило в течение дня. Вот. И еще одно наблюдение такое. Я вчера играл в сетик, и я попробовал играть и как бы делать мету одновременно. И это было, конечно, очень... Я не могу пока это как-то артикулировать, чтобы было понятно, но это совершенно какое-то иное качество. и оно очень сильно отличается от того, от всего предыдущего. То есть раньше было какое-то такое очень большое эго во всем. То есть как я выгляжу, как это все делается. В общем, это... Я чувствовал скованность, которая меня сдержала. Сейчас было очень большое такое спокойствие и прям такая какая-то мягкая трансляция, что ли, какой-то любви такого объема для людей, которые слушали. Это был живой концерт, люди там присутствовали. А от них не было никакого обратной связи, там, отклика чем-то формально-неформально. Ну, я чувствовал как будто какой-то вайп такое что-то. Он как бы он взаимный. Ну, когда понимаешь, что тебя слышат. Вот это вот ощущение это есть такой неформальный отклик. конечно, был там формальный, но это такое. Вот. Здорово, что это можно соединять вместе, что это становится каким-то одним. Спасибо. Спасибо. Мне кажется, это очень ценно, вот когда мы замечаем, какие-то аспекты практики, качества именно, они переходят в повседневную жизнь, потому что, мне кажется, мы для этого практикуем, чтобы жизнь менялась как-то. Ну, вот я на первом немножко остановлюсь, тут, когда мы говорим просто сидеть, вот там действительно есть, ну, в этом самом словосочетании можем два смысла лавливать. С одной стороны, как есть в этом простота, это очень важно, что практика в целом, она проста по сути, какая-то, она очень, в смысле естественности, да, она естественна, ну, мы сидим естественно в целом, особенно, когда эта поза становится естественной для нас, ведь это же дело привычки, просто, в общем-то, естественность определенной позы, вот дети, они же так естественно сидят, да, просто потом уже по жизни мы там как-то приучаемся из-за каких-то вот наших социальных аспектов, ну, то есть вот сидеть за столом, это естественно или неестественно, ну, по сути, в природном смысле, наверное, не очень, на стуле там, да, но, как бы, в любом случае, вот мы находим эту форму сидения, и потепенно она становится естественной, тогда она становится простой, тогда становится просто сидеть, и мы отдаем себя этой простоте, тогда эта форма начинает нас держать, вот здесь, может быть, важный этап, когда мы еще новички, и нам нужно дойти до этого, вот когда у нас есть старые привычки своего сидения, да, ну, образовавшись через жизнь, там, начиная там от школы, да вот, когда нас приучали к какому-то определенному образу сидения, там, определенному образу телесности, отношения с телом, в смысле, что это как-то жизнь там сама формировала нас, и вот нам, если мы находим смысл, ценность вот такой формы, если мы начинаем как-то хотя бы потихонечку чувствовать, что это что-то такое вот в самой форме содержит, что нам помогает, нам нужно пройти чаще всего какой-то этап переучивания именно себя и как тело, как всего себя, всей себя, всех привычек, сидеть неподвижно, это же тоже привычка, да, немногие на это способны, вот просто по умолчанию, так сказать, ну и вот сидеть в определенной форме вот этой, но если мы потихонечку научаемся, если мы приучаемся, то это становится уже естественнее, и тогда мы можем себя больше в это отпускать, сильно расслабляться в этом, в этой простоте как раз, тогда это становится простым, но это только один смысл, второй смысл, вот это просто сидеть, это еще можно сказать, как только сидеть, вот когда мы ничего другого не делаем, вот, может, представим, что мы делаем, ну, в смысле, мы делающие существа, действующие, нам это важно, мы действуем все время, даже если я выбираю там лечь на диван и ничего не делать, как бы ничего не делать, я ведь делаю свое лежание в этот момент, то есть, мы не можем отказаться от действий как таковых, то есть, мы все время что-нибудь делаем, спать, лечь, это тоже сделать, что чтобы я не сделал, это себя делание, и вот тогда важно, сколько я делаю, чего я делаю, вот как это вообще происходит, и вот тут тоже мы тогда отдаем себя вот этому действию, единственному, сокращая его до минимума, я буду сидеть какое-то время, но буду сидеть тотально, вот отдавая всего себя этому сиденью, вот в дзан есть такое выражение как-то со всем сердцем сидеть, со всем сердцем сидеть, но и здесь под сидением же мы уже, если мы практикуем это, мы понимаем, что это все-таки не просто сидение, а что это какая-то форма тела сознания у нас образуется одновременность это. Вот, но дальше это как формальная практика и в практике дзен это очень важная часть, именно потому, что это как такой важный тренинг специальный, но дальше тут мы живем в разных обстоятельствах, у нас в разных контекстах жизнь проистекает, протекает, тогда вот этот же принцип просто сидеть, мы можем ну, как-то в большей степени его распространять в другие области жизни, просто идти, просто писать, просто играть музыку, просто говорить, просто есть, вот с теми же двумя смыслами, с одной стороны, это сильно некое простое действие, что не нужно усложнять как-то, а с другой стороны, это как-то действие со всем сердцем, может быть, это несколько эмоционально пафосно звучит всем сердцем, но имеется в виду отдавая себя полностью этому действию, стараться, с вами присутствие. Мне вот здесь очень, знаете, я занимался всякими танцевальными практиками, еще современный танец, в разных его ипостазиях, контактная импровизация, например, и там очень важно, ведь это спонтанность, да, вот если мы говорим импровизация, то это то, что рождается в моменте, мгновенно, я не планирую этого действия, вот, ну, чем вот интересна в этом смысле контактная импровизация, как практика именно, что ведь я не один, да, я двигаюсь как-то, и партнер двигается, если нас двое, например, а может там двигаться и 10 человек, даже если я двигаюсь один в комнате, то я двигаюсь с комнатой и там, не знаю, с воздухом, не знаю, может быть, солнечный свет светит, луч света какой-то, вода, все это движется, и я все время нахожусь в контакте с этим, вот здесь аспект этого контакта с чем-либо или с кем-либо и моих отношений, потому что если я, ну, например, даже вот если это вроде как неживой предмет, да, такой, как бы неживой, я об этом сомневаюсь, вот микрофон, я его трогаю, а он вот здесь холодный, и ведь холод, я его чувствую, это как бы фактически, ну, можем так на это посмотреть, что это действие микрофона на меня, да, то есть я здесь переживаю себя как более активного, я касаюсь, но микрофон проявляет свою активность в виде прохлады, ну, вот, он как бы ко мне обращается этой прохладой, я здесь, он говорит, что я здесь своей прохладой, тогда у меня рождается какая-то реакция на это, я остаюсь с этим, например, чуть больше чувствую, а вот что дальше, а она меняется, он теплеет от моей руки, или я почему-то, опять же, спонтанно решаю дернуть руку от этой прохлады, увезти ее, я заранее это не знаю, я вот прикасаюсь к нему и заранее не знаю, у меня нет плана никакого по отношению к микрофону вот сейчас, просто я его касаюсь и дальше у меня происходит какое-то взаимодействие, это взаимодействие вот такое вот, прямо сейчас, решение приходит мгновенно, спонтанно, из какой-то цельности наших отношений, но в этот момент я могу очень по-разному действовать, вот я могу быть автоматичным в этом и все, ну как бы, такое качество, а могу быть, да, спонтанным, да, автоматичным, но при этом еще и присутствовать, это особое качество присутствия в том, что мы делаем, даже если это происходит само собой, как бы это спонтанно, смысл, что я, у меня нет какого-то такого четкого выбранного решения, сказать, я решил то-то и то-то, и вот в этом смысле я говорю, что контактная импровизация, ну вот микрофон статичен, да, но вот когда другой человек, например, он сам при себе подвижен, у него есть это вот, как бы тоже воля такая, да, то есть как у меня к движению, взаимодействию, поэтому, скажем, я касаюсь кого-то, я понятия не имею, он, например, пойдет в дальнейший контакт, он, например, я над него опираюсь, и я не знаю, он на меня тоже обопрется, и мы тогда сможем дать друг другу опору, или он уйдет в сторону, и я пойду за ним тогда, я понятия не имею заранее, как это будет, но в момент этого я присутствую, да, вот мне нужно, очень важно быть в контакте, как раз в этом состоит этот контакт, я присутствую в нем, я чувствую, так, сюда пойдем, или сюда, нет, вот давай сюда, и тут непонятно же, кто, тут нет ведущего явного и ведомого, здесь все рождается как-то из взаимодействия, и для меня вот, ну, опять же, я не знаю, кто, я знаю, что кто-то из вас занимался, наверное, контактной оперализацией, но многие нет, я думаю, что вы можете уловить сам, вот из моего этого рассказа, суть этого, да, и ведь это же, это же суть, она в жизни вообще, вот жизнь так действует, как вот наш партнер по танцу, кто тут ведущий, кто ведомый, вот разные аспекты жизни, все время как-то вот в каком-то, в каких-то отношениях, не ях, и на нас что-то действует, мы как-то влияем, и получается, что присутствие здесь может быть очень важным аспектом этого, да, я понять не имею заранее, за секунду, за мгновение, что произойдет, я присутствую и сейчас, и в следующее мгновение, когда вот что-то происходит, и из этого присутствия происходит какой-то более такой, вот сильно полный выбор, полный чувствуемый, перерываемый, как более полный, даже если он происходит не из, ну вот не из того эго, как вот мы осознаем это чувство, вот я это выбрал, что как бы тело вроде как само, да, или какая-то часть меня, там, моей души откликнулась, то есть вот здесь эти отношения между контролем и бесконтрольностью, тоже они все время в каком-то находится балансе, потому что есть очень много всего неконтролируемого, и что, чему нам, наверное, имеет смысл случиться, доверять просто, как в жизни, как, ну как вот, в организме огромное количество всего, что происходит само по себе, сердцебиение, изменение давления, там, пищеварение и прочее, то есть мы не можем это контролировать, ну как бы, но мы взаимодействуем с этим, не всегда это все бывает, как бы, хорошо и в нашу пользу, и вот, собственно, например, изменение давления бывает же, да, гипертония, там, гипотония, ну и вот как люди это регулируют, но есть у нас таблетки, это тоже, в общем, ну какие-то лекарства, это способ взаимодействия с этим, химический, но есть, например, многие же сейчас какие-то исследования есть, про то, что, например, та же самая медитация, там может какие-то другие способы еще, регуляции, там, саморегуляция, они позволяют, ну, тоже, вот, в том числе, с давлением работать, не прямым способом, я не могу приказать так, давление, ну-ка, поднимись на столько-то, или опустись, но, входя в отношениях, вот, с этим собой, как таковым, тело сознания, что-то там начинает саморегулироваться, когда мы меняем что-то в своем общем состоянии, ну, а тут мы можем как-то влиять, чуть-чуть хотя бы, но мы обнаруживаем это, как мы можем влиять, как раз через это присутствие, и наши простые упражнения, когда говорят, вот, давайте сейчас себя погладим, как вода, почувствуем, это какое качество, давайте себя постучим, это какое качество, давайте там сядем, с прямой спиной, это какое качество, вот здесь самое важное, что мы способны замечать эти нюансы, вот, не важно даже, что конкретно мы делаем, важно, что мы тренируем здесь способность замечать тонкие изменения, заизменилось, ага, я это заметил, я чуть-чуть потренировал мышцу замечания этого, замечательности, и значит, тогда в каких-то условиях, ну, например, вот изменение давления, могу что-то такое уже со своей способностью замечать, различать, а как это чувствуется, а как переживаете, а что если я вот так сейчас сделаю, как-нибудь посижу, и что-то изменится чуть-чуть в моем состоянии, и мы находим какие-то пути взаимодействия, вот, в том числе со своими, вот этими общими состояниями, разного качества, очень эмоционального, там, физические какие-то, но также и с другими аспектами жизни, тоже, ну, там, то, что мы называем внешние, там, внешние люди, с ними взаимодействие, там, тут какой-то вот постоянно, это такая вот у нас контактная импровизация происходит, вот, так что вот это отношение спонтанности и присутствия, ну, мне кажется, это самое такое важное, просто вот ключ фактически к нашей практике, куда мы можем направлять внимание. Спасибо вам, Илья, за тему, если у кого-то еще какие-то отклики сегодня. Да, Владимир, скажите. Нет, звука, звука нет, Владимир, звука нет, посмотрите, пожалуйста, что там. Нет, не получается пока. Микрофон не включен. Да, а так есть, у меня слышно. Появился, да, появился. Меня приветствую, у меня все равно не было на практике, я так же могу быть администратором, если это нужно. Уже сформировалась административная группа. На самом деле, так как я сам периодически что-то веду, то вот, так сказать, отбиваться от троллей нужно, это есть некий навык. Может быть, договориться по поводу, там, на двух администраторах, например. Я не знаю, насколько часто атаки, я же просто этого не вижу как учатник. Поэтому я бы просто провел тренировку, например. Ну, я думаю, что у нас будет возможность в первый вечер после вашего отсутствия. Это первое. Второе, ну, вот, у меня возникла некая тревога. Как же, вот, без Валерия? Как же, моя сирота без Гуру? Мне кажется, что просто сидеть, это уже прекрасно. И вы создали это пространство, и в таком смысле вот это ваше отсутствие на витрите, оно будет не то чтобы индикаторным, каким образом санха будет существовать, сидеть без вас. Тоже интересно. Спасибо. Спасибо, Владимир. Да, я тоже думаю, у меня тоже есть такой вот, ну, как бы, интерес к этому, да, что это хорошо, мне кажется. Хорошо, что вот мне не будет какое-то время, чтобы не было вот этой, ну, мне кажется, это вообще, если расширить, опять же, это, я предлагаю сейчас, там, благодарить учителей и так далее, там, кого-то, то у каждого из нас были какие-то свои учителя, они приходили, уходили. Ну, вот у меня там многие, ну, там, несколько учителей важных для меня, они уже умерли давно, и, как бы, и как я, и вот что, я там, сиротинушка остался без, вот как раз, мне кажется, это же важно, вот как в детско-родительских отношениях бывает, ну, вот что ребенка, ну, рано или поздно, нужно обязательно его выпустить, чтобы как раз он жил дальше своей жизнью, и это очень неполезно, если человеку, там, 30 лет, а он все с мамой, там, как-то, мама о нем заботится, просто как будто ему, ему там 10 лет все еще, и с учителями, мне кажется, тоже так же, вот, да, что это важно, когда мы уходим от них, в смысле, как-то в свою жизнь, с благодарностью, там, оставляя, может быть, какую-то часть отношений, если они там живы, но продолжая свою практику, свой путь, и вот здесь очень важно, что, чтобы они, сильно как-то очень привязывались к каким-то формам, и вот, ну, скажем, вот, что действительно я тут ведущий, что каждая своя все-таки практика, и мы сами создаем это пространство с собой, и сделаем вклад, каждый из нас, поэтому здесь, мне кажется, такой хороший, действительно, это будет момент полезный, посмотреть, почувствовать, как мы, без моей, там, лидирующей роли, так сказать, здесь явный такой. Алия, да, Владимир, спасибо большое, Алия, скажите. А я хотела продолжить, спасибо, Владимир, у меня такая же мысль возникла, может ли, может ли банда без главаря, может ли Санха без Валерия, потому что, ну, это другие совершенно встречи, когда у вас нету, и тут я как будто, ну, мне кажется, это какой-то, мой тут личный процесс тоже вмешивается, и, ну, я чувствую разницу, когда есть как будто какое-то завершение, но при этом, как бы, это завершение, ну, то есть мы еще увидимся, то есть это не, ну, какое-то прощание на какой-то период, и тут у меня какие-то свои процессы поднимаются, ну, это интересно за этим наблюдать, как прям хочется прям вслушиваться в каждое слово, вглядываться, вот, это интересно. А еще подумала про то, что, ну, ну, вот, я вспомнила какие-то встречи, ну, вот, без вашего участия, и то, что, ну, это требуется какая-то, какая-то сила, наверное, внутренняя, и какое-то внутреннее разрешение дать себе место и дать себе время и пространство говорить и ну, вот, как бы это даже оформить слова, ну, что вот именно вести, да, вот эту встречу и быть, ну, там, вот этим администратором или ведущим и делать так, чтобы, ну, люди не расходились, и они сидели, слушали, и вот, но это при этом какое-то внутреннее ощущение, ну, то есть я вот, я себя так чувствую, что, да, я тут главный, и я тут, ну, не то чтобы прям главный, но я тут какую-то роль имею, и да, я имею тут право быть и говорить, и, как бы, ну, это важно. мне кажется, это какое-то другое качество вообще присутствия. Вот, ну, интересно, если получится, что-то, ну, что-то наверняка получится, в общем, интересно за этим наблюдать. Вот, спасибо. Ну, и знаете, еще, наверное, такая мысль, вообще удивительно, как один человек может пространство поддерживать такое долгое время. вот, и, верно, в такие моменты отсутствия приходит огромная благодарность. Спасибо. Спасибо, Илья. Ну, я хочу все время подчеркивать, что я не один как раз поддерживаю, что вот вы приходите, вот, и вы и поддерживаете, в смысле, мы все поддержим. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Конечно, вот эта роль лидера, ну, она важна, конечно, и она создает определенную структуру пространство, когда один человек, вот он, как бы, ведет там, да, ведет, 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 он, понятно, вот я в конкретном случае беру там у себя эту ответственность, да, опять, перед кем? В первую очередь перед самим собой, то есть мне, в общем-то, ну, кто у меня, у меня нет начальников, нет ничего, все это я как бы решил, я делаю, да, но, раз вы присоединяетесь, значит, это как-то важно для вас тоже, и вот для меня это интересная такая, может быть, ну, действительно для нас, я имею в виду, что эксперимент, и мне кажется, важно здесь отнестись к этому с определенной легкостью, да, то, что это эксперимент, что это, у него тоже есть время, то есть две недели, а он начнется завтра и завершится потом, значит, с 11-го числа, то есть вот это вот понимание, что это время ограниченное, оно помогает нам, да, и я сейчас говорю, как вот этот наш конкретный эксперимент, как тоже модель, часть жизни, да, вот я стараюсь подчеркивать, что нам помогает определенное структурирование времени, потому что мы живем вот в этом, как временные существа, вот это мое любимое выражение, временные существа, временные существа, и мы живем во времени, и нам, ну, как-то вот хочешь, не хочешь, но мы туда заглядываем, в будущее, да, мы как-то его планируем, мы, это какая-то большая часть нашего существования, она на это настроена, и поэтому это нужно учитывать, и помогать себе в этом определенном образом, и вот поэтому здесь, окей, у нас есть две недели, мы, значит, вот решаем, что мы будем проводить такой эксперимент, опять же, мы решаем, жизнь решает, вот в каком-то взаимодействии, да, то есть обстоятельства так сложились, там, для меня лично, я на них откликнулся, решил вот такое сделать, окей, вы тоже, соответственно, находясь в этой ситуации, откликаетесь, принимаете свое решение, например, кто-то может быть сказать, нет, без него я не буду приходить, не надо мне это, вот, таких экспериментов, окей, кто-то решает оставаться, дальше, если мы говорим, то есть, вот, во-первых, мне кажется, хорошо подойти к этому полегче, в смысле, что это всего лишь эксперимент, это такая, ну, своего рода игра, да, ну, давайте поиграем теперь вот в это, то есть, это не big deal, так сказать, не что-то такое, вот, очень супер важное, там, но, с другой стороны, здесь есть ответственность, естественно, получается, что, если я, там, как лидер большую ответственность на себя брал, вот, что, каждый день я выхожу, там, в каком-либо, там, состоянии, какое, все равно, все равно выхожу, да, понятно, что большая ответственность на мне, и тогда ваше дело, в большей степени, там, зайти и присоединиться к тому, что я делаю, здесь, получается, у нас ответственность распределяется, есть вот там группа, которые взяли чуть больше ответственности, за счет, ну, вот, ну, а за что это, за поддержание, там, пространства, регулярности и так далее, соответственно, все остальные, тоже ответственность, тогда тоже личная, на каком-то своей, какой-то, в своей степени соучастия в этом процессе, в общем, и тут я напомнил бы о практике шести парамид, вот шести вот этих совершенств, которые в Самахаяне есть, она тоже, как обычно, это как-то лист, как-то список, любят все в списке составлять, вот там, какие там есть парамиды, вот эти качества, эти добродетели, фактически, вот мы говорим, что у нас есть четыре брахма-вихара, это качество, которое мы тренируем, также есть вот еще эти шесть парамид, это тоже качество, которое мы можем тренировать, которое помогает нам в жизни вообще-то. Первое, это щедрость, и вот если мы это переносим, это чем я могу быть, как я могу быть щедр здесь, ну, может быть, просто вот тем, что я прихожу здесь, сижу вместе со всеми, щедр своим временем, своим присутствием, щедр там, да, если вы наметите там разговор, то есть, опять же, разговор может быть, может не быть, щедрость в том, чтобы что-то сказать, высказать. Ну, вторая параметра, этика, да, или там, как бы, ну, вот мы можем, опять же, если мы не одни тут, то как я вот в отношениях с другими, насколько я, ну, вежлив просто даже, сколько я уважаю присутствие другого, насколько я там сам как-то свое присутствие уважаю, да, вот как я распределяю себя в этих отношениях. Третий параметр терпения, мне кажется, опять же, здесь может быть очень важная как раз, когда кто-то что-то говорит, а вам кажется, что это какая-то совершенно ни к селу, ни городу, так сказать, поперек всего, и, а могу ли я быть просто достаточно терпелив к выражению, ведь он, если этот человек что-то говорит, почему-то это важно для него сказать, да, что-то вот он, он может, не умеет сказать, вот я, в детстве меня чего-то спрашивали, а я говорил, не умею сказать, вот он может, ну, как-то вот так, мы же все что-то умеем, что-то не умеем, хуже или лучше, и вот это вот качество терпеливости к другому, к себе, ну, тоже важно для нас, и мы его тоже культируем здесь в нашей общей практике, ну, дальше там усердие, это, собственно, вот это вот в чем-то, если мы усердствуем в практике, то вот здесь у нас какое-то усердствование в практике совместной, я вот тоже говорю, что Буддхарм и Сангха, это не только три драгоценности, три прибежища, но это и три практики, то есть, то, что мы воспроизводим собой, в том числе Сангха, в том числе вот это вот сообщество наше. Ну, пятая медитация, это, собственно, вот то, что мы делаем как основу вообще нашего здесь, смысл нашего собрания вообще. И мудрость, как будто собирающая все эти, вот, как я это считаю, собирающая все эти пять предыдущих, да, вот сочетание их какое-то, вот, как сочетаются щедрость, этика, терпение, усердие, медитация, вот, в одном этом пространстве, пространстве меня, каждого из нас и общем пространстве. Может быть, ну, такой называется тоже ракурс, что мы здесь делаем, мы какие-то тренируем определенные качества в бородителе, тогда каждую ситуацию мы можем, в общем-то, так использовать в этом, да, как, ну, тренировку, просто у нас, я вот как-то не так давно, ну, знаете, вот я же эти подкасты записываю с Сашей Гершоном, с другом с нами, мы вот разговариваем там, я помню в одном из каких-то недавних разговоров, ну, я там говорю что-то, вот о какой-то тренировке чего-то, я уже не помню чего, и тренировки в жизни, он говорит, но это же уже не тренировка, это же уже вот воплощение в жизни, я понимаю, что для него вот есть такая граница проходит, есть формальная тренировка, когда там мы занимаемся какой-нибудь специальной такой тренировочной деятельностью, она как бы чуть-чуть отдельно от жизни, что ли, она выделена в определенное пространство, вот то, что мы называем формальной практикой, и здесь может быть все что угодно, это может быть формальная медитация, это занятие в спортивном зале, это, не знаю, занятие языком, с учителем, да, а есть вот дальше, как бы я, ну, например, вот сегодня я там изучаю там языки славянский, английский там, и что, вот я там могу заниматься формально как-то сам с собой или с учителем по книжке там или как-то еще, и я считаю, это вот специальное пространство, где я тренируюсь, 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 потом я выхожу, например, вот я живя в Словении, вот я тренируюсь в славянском языке там сам как-то, а потом выхожу и, положим, иду на рынок, там, разговариваю с людьми, и это уже вроде как моя реализация жизни, в жизни моих языковых способностей. Точно так же медитация, вот мы помедитировали, а потом идем в жизнь, и вот там что-то такое происходит у нас, реализация наших качеств, которые мы здесь тренируем. Но ведь мы, да, мы условно можем это так разделить, вот здесь я тренируюсь, а здесь я живу. Но ведь это же очень условная граница, потому что, когда я иду на рынок и беседую с какими-то словенцами, это же, да, одновременно реализация уже моих способностей, на другой стороне это все та же тренировка. Почему нет? Ну, как бы я тоже могу это замечать, что я прямо сейчас и тренируюсь здесь, вот с этими людьми, с которыми я разговариваю. И тогда получается, что, как бы любую такую вот ситуацию, ну, вот граница между формальной тренировкой чего-либо и там жизненными обстоятельствами, она действительно очень условна, что мы тренируемся в жизненных обстоятельствах, мы там реализуем что-то, и мы также реализуем и тренируемся в специально оформленном пространстве, где мы вот говорим, что вот здесь я тренирую эти качества. Вот, так что, если мы берем эту вообще парадигму такого вот отношения к жизни в целом, тогда любая ситуация может быть одновременно и реализация чего-то, вот воплощением каких-то качеств, которые у нас уже есть, наработанные и так далее, но и тренировку их тоже, потому что мы никогда не можем что-то такого натренировать, наработать и сказать, все, теперь уже вот в этой области я уже достиг всего, ну, нет таких вообще областей, мы живем, мы процессы, мы люди, мы процессы, там, языки, ну, вот вы или я же пропадаете, как раз вы, как связаны с языковой средой, разве можно выучить какой-нибудь язык, да хоть свой родной, на котором там в детстве учился, все равно ты можешь учить всю жизнь его, разные его аспекты, это бесконечное поле изучения и совершенствования в этом, и тренировки в этом, и поэтому здесь вот с нашими практиками то же самое, как бы просто я вижу иногда, слышу, вот даже вот в беседе с Гершоном, когда я начинаю говорить, что ну вот я использую там какую-то ситуацию как тренажер, людей иногда это даже как-то несколько взмущает, ну как же так, это же вот эта жизнь, это же что-то важное там, да, но это не отменяет важности, да, то есть если я учусь на этой ситуации, если я тренируюсь определенные свои качества, там, ну вот назовем это добродетель, это не отменяет моей, ну, то, что я это и ценю как раз, здесь просто зависит от этого отношения, я тренируюсь ли я всегда и везде, именно, ну, просто, иной одновременно это проживая, проживая, чувствуя, переживая, как ценная, собственно, жизнь, и, собственно, получается, что я могу и тренировать само это переживание ценности, вот, так что здесь, опять же, это одна из тем буддийских, что все относительно, да, любые разделения, все, какую черту бы, где бы мы не провели какую-то границу, это всегда граница в нашей голове исключительно, вот в нашем сознании где-то, и она условно, она может быть полезна для определения вот здесь то, а здесь это, она всегда условна, потому что в другом контексте это будет совершенно другая конфигурация, вот, и в этом смысле как раз я подвожу к тому, что, например, эту ситуацию двухнедельную, когда мне не будет мы все, я включительно меня, мы можем как бы использовать вот как такую тренировочную ситуацию для определенных качеств, вот, например, вот этих шесть парамид, или четыре брахма вихара, и вот все это вместе, и вот как-то для меня, например, это тоже ситуация такого тренировки отпусканий, на что-то, окей, я ничего не могу контролировать там теперь, мне нужно, хочешь, не хочешь, нужно совсем это отпустить, и не пытаться там куда-нибудь влезть и вмешаться, и сказать, ну-ка, ну-ка, вот что там, окей, спасибо, Альям, Аня, скажешь? Уже что-то столько всего вибрирует на то, что мы все говорили, ну, вот мне, собственно, изначально хотелось, наверное, как-то откликнуть, на то, что ты говорила про контактную мегаризацию, как такую опору и того, что в жизни происходит, ну, я просто подумала, эй, я давно не танцевала в контактную мегаризацию, а вот вы поедете там в Турцию, потанцуете там, пожалуйста, за нас. Вот, но еще ну вот и когда ты говорил про практику, да, потому что практика это ну, что, собственно, вот у нас в какой-то степени в нашей современной культуре уже есть такая зависимость от таких структурированных практик. И это там школьный урок, может быть, может быть, занятие с малышом, и вот там приходила подруга с малышом, которая рассказывала, вот у нас там сегодня такое занятие, завтра такое, вот ходите с нами на такое. Боже мой, вся жизнь расписана у ребенка, и что в этом есть какие-то свои плюсы, но также есть какая-то зависимость от структур, которые называются занятия этой практики. И здорово, когда есть просто практика жизни, в которой реализуется то, чему мы учимся, я научилась на разных занятиях, структурированных с официальным учителем и как учеником. и я сейчас чувствую тоже благодарность за практику благодарности, которая была в конце сегодняшней медитации, потому что мы тоже, что вот мы можем почему-то учиться у кого-то, принимать, передавать, для кого-то учителями, и что вот есть поток, во всем вот этом таком преемственности передачи и направленность на то, чтобы воспринять то, что было до нас, до меня, вот есть ощущение такое, что вот это все такая большая поддержка того, что я не одна в этом пути, такой слепой котенок, который ищет ушедшую на охоту кошку, вот, ну, есть какой-то общий поток движения, в котором каждый по-разному может появляться, и я прямо подумала, могу ли я все это учили, что на эти недели не отходить на какой-нибудь стандартный джем, контактный тоже немножко почувствовать потоки движения, но с опытом, ну, практик наш подвигаться в таком пространстве, не знаю, получится ли это не сильно загадываю, но здорово, что это возможно. Вот. Постранство, где мы объединяемся, находясь в очень разном. не ставки жизненных ситуаций и в каких точках своей жизни не подозраться. Спасибо. Хорошее путешествие и программа. Спасибо. Мне кажется, у тебя же есть постоянно сейчас партнер по контактной импровизации из Фири. То есть ты с ней все время взаимодействие. Я запрыгиваю неожиданно. Здесь тоже, знаете, вот это я говорю, там, контактная импровизация, это опять же некая форма, да, вот форма, мы говорим, что нужно пойти там на джем, нужно вот, ну, или куда-то на какие-то занятия, нужно с кем-то встретиться, вот с какими-то контактными импровизаторами, подготовленными специально людьми. ну вот, ну я, например, часто, вот я там, ну как бы двигаюсь, вот со стеной, например, а мама как наимпровизирует, вот я там начинаю двигаться с ней, вот же она здесь, вот мой партнер. А если там живой человек, вот ребенок, это действительно, просто здесь же важно, как мы создаем эти контексты сами, да, вот что мы говорим, окей, вот это будет сейчас с моим танцем, как бы вот это нечто, там, приготовить еду, там, прогуляться, там еще что-то делать. Вот, так что здесь, мне кажется, тот контекст, ну, который мы можем сами вносить, вот он, он в первую очередь и важен. Тогда это может снимать какое-то лишнее напряжение, опять же, что-то, что-то, что-то недостижимое у меня, да, вот это вот недостижимо, могу ли я, вот вопрос такой, могу ли я, внося чуть больше творчества, просто через свой какой-то определенный ракурс зрения увидеть какие-то аспекты, вот то, чего я хочу там получить, потому что важна же не сама форма, вот там пойти, например, потанцевать, контактную парализацию, важны некие переживания, которые я там получаю. И если какие-то переживания невозможно получить вот из-за того, что та форма невозможна, тогда, как бы, а что конкретно там реализуется-то, что за переживания, что за качества, что за ценности там реализуются, вот я воплощаю, и могу ли я тогда создать для себя, может быть, какую-то другую форму для реализации этого, вот увидеть это таким образом. Тут может как раз быть такое больше творчества, какой-то игры в этом, да, вот, мне кажется, как раз ребенок в этом смысле очень даже хороший партнер, ну вот, без шуток, все время. Он, конечно, понятно, надоел уже один и тот же все время. Ну что делать? Окей, спасибо. Инна, скажите, давайте расскажите, и, наверное, все время будем закругляться. Да, доброе утро. То есть, фактически, резонансов много, и я сейчас ощущаю, что я отталкиваюсь от события, когда Валера сообщил, что он уходит, но для меня это случилось еще раньше, в самом начале ретрита, когда я была отключена от группы, и я смотрела, что происходит. И вот здесь мне вот сегодня пришла история про приверженность через отпускание, когда есть традиционные вещи, ну, например, чтобы вступить в иудаизм, Аравин тебе должен три раза отказать. И ты проходишь через вот эту вот историю, понимая вообще, туда ли тебе или нет. И есть другая история, по-моему, в христианстве, когда с третьими петухами ты откажешься от меня. Это вот процесс, который вот может гулять, когда ты уже считаешь, что ты находишься внутри этой веры, и происходит что-то такое, что тебя выбрасывает. И для меня вот эта вот история приверженности через отпускание, наверное, как раз практика понимания вообще, туда ли я иду, в ту ли форму, в то ли содержание, в тот ли мыслительный процесс, потому что это же мышление в том числе, каркас, структура, и причем структура, наверное, веками отработана. Наверное, как-то так. И вот здесь, если возвращаться к теме ретрита, я наблюдаю себя в состояниях тревоги, когда происходит контролируемый и неконтролируемый разрыв с чем-то. Именно разрыв, к которому я могу быть готов или не готов. И вторая часть, ну это как бы вот, наверное, дуализм, в который попадаешь, это про масштаб распространения какой-то мысли, идеи, веры. Здесь я просто вчера внимательно послушала, вошла в контекст травмоинформированности саммита по травме, который идет вот эти 10 дней, где присутствуют корифеи, которые на протяжении уже 5 лет распространяют эту идею. То есть на глазах разворачивается какое-то новое движение, за которым можно смотреть. И вот там, наверное, было важно увидеть тоже, на чем строится структура, когда появляется развитие и проход глубже. Ведь история с травмоинформированностью это проход глубже в природу человека и открыть ее широким массам, с тем, чтобы появился какой-то проход в будущее на самом деле. И вот здесь тоже возникает очень много тревоги, очень много сложностей, но без структуры просто невозможно. Просто надо понимать, на какую структуру все это сажать. И вот здесь работа с тревогой, работа с приверженностью, наверное, в этом смысле выстраивания собственной структуры. И я очень благодарна, что попала в это пространство. И вот у меня есть ощущение, что Валера завтра отправится в путь и что вот эта вот сеть, она идет дальше. Она идет дальше и у меня через Валеру есть связка с теми людьми, которые будут взаимодействовать с ним там. И у меня есть все шансы, вдруг оказавшись без интернета где-то, нести то, с чем я ушла отсюда еще в другую сторону. Вот я с какими-то такими мыслями вхожу в новый этап нашей санки, когда они будут в Алире. Именно. Да. Ну, да, и приверженность и отпускание это действительно такая тоже важная тема, что вот насколько я действительно, ну, этот баланс между этими двумя аспектами приверженности ничему, приверженность вот конкретной форме и форма важна, форма важна, ну, любая форма изменчива, любая форма как-то, ну, меняется через ну, через время, да, как-то формы меняются. И вот эта внимательность, ну, вот опять, если взять, например, мою же метафору с контактной импровизацией, там, ну, как люди танцуют, например, их форма, их танцы, она все время меняется, вот они вот и так, и сяк, и вот это текучий очень танец такой, но при этом есть приверженность самому танцу, получается, что вот приверженность, вот мы танцуем какое-то время, вот вместе, в партнерстве, потом и это тоже закончится, но есть, может быть, у человека вообще приверженность танцу как таковому, да, продолжающемуся, а с другими партнерами, а с тем, а с тем, жизнью вообще, вот, и, ну, и тут действительно этот баланс, с одной стороны, вот важна эта мотивация, вот то, что вы сказали там во многих духовных традициях, это, кстати, вот в дзен тоже, ведь это очень распространенное было там, ну, такое прям формализованное, когда монах приходит к воротам монастыря, его там выгоняют, не пускают, обливают помоями каким-то, прям как-то очень так жестоко, несколько дней его третируют там, для того, чтобы проверить вообще, его мотивация, это вообще, насколько она сильна, он сюда пришел так поиграть, во весь этот дзен так, или он что-то серьезно думает, что это вообще-то практика жизни и смерти, вообще-то это так, наша практика жизни и смерти, это каких-то самых глобальных, глубинных, в глубинном контакте с жизнью вообще в целом, что такое сознание, что такое жизнь, что такое смерть, что такое смертность, что такое появление, исчезновение, что такое отдельность или совместность, вот все эти вопросы, они здесь проявляются так или иначе, когда мы сидим, когда мы говорим, в любом нашем действии, вот, поэтому вот эта такая проверка на вшивость, так сказать, проверка мотивации, она, конечно, важна, вот эта устойчивость, в этом, собственно, если мы говорим об этих параметрах, да, вот усердие и терпение здесь проявляется, устремленность такая, устремленность к этому, к смыслу, к важности, к ценности, но с другой стороны, опять, если я там слишком ригиден в этом, вот это только так, и все, вот к этой форме именно, так, что не к самим вопросам, которые в глубине, там, меня зовут, не к самому зову, а к формам, которые это, тогда это, а формы-то, они меняются как раз, и тогда я могу как раз, ну, и мы можем видеть это часто и в себе, и в своей жизни, и в других людях, как люди теряются в самой форме, то есть она настолько становится, вот как ваш, Владимир, любимый пример с этими племенами, карго-культ, да, когда люди делают там из соломы самолет, молятся. Имитируют, по-моему, это дело. Имитируют. форма, но она не имеет отношения никакой к реальности, вот, и получается, что это какой-то, действительно, какой-то культ такой, вот, сама форма там только, получается, в большей степени важна, и вот мы часто, ну, можем попадать в такие вот ситуации, когда мы повторяем, повторяем какую-то форму, а из нее уходит жизнь, и мы какие-то моменты просто не замечаем, что жизнь-то уже из нее ушла, и что надо бы отпустить эту форму, и поискать новое, и там создать новое, может быть. А продолжаем держаться за эту старую форму, там уже просто привычка, потому что в старой форме, оно как-то вроде удобнее, чувствуется безопасность определенная, там же все известно уже. Вот внимание к этому, да, форма важна, структура важна, в то же время изменчивость постоянно происходит, и вот чувствование формы и жизни, когда вот как они взаимодействуют друг с другом. Мне кажется, это такая важная вообще тема, тоже для практики, вот собственно для внимания. Окей, большое спасибо всем, кто сегодня откликался, всем, кто оставался здесь молчаливым слушателям, в любом случае, вот наше это соучастие важно. Давайте я сейчас прочитаю, что мы написали. Так, я написал, закончил медитацию, включил чайник, пишу какие-то буквы. Закончил ли я медитацию? Елка, осень пришла, это она? Нет никаких сомнений, безмолвствует за окном. Тень от торшера возникла в комнате, где-то была в сети. Наталья, брызги солнца на ресницах и на зеленой траве, а рыжий кот сам весь из солнца. И на зонтик одуванчика зацепился за подоконник, передышкой, перед дорогой туда, где прорастает цветком. Аня, из многих, из многих я сегодняшнего утра я выберу одну, способную урчать. Владимир, сегодня я правой вернюсь направо, пора к остеопату. Пауза между вдохом и выдохом, необычная, благостная тишина. Откуда приходят эти слова? Каждый раз удивляюсь. Из гнета мысли и скрученности мышц на простор свободного дыхания хочется вырваться. Когда оставил это усилие, пришла тишина. Сегодня туман наполняет на вдохе, отпускает на выдохе. Илья, будто бы прошито что? Это я дополнил, потому что я говорил. А будто бы прошито, нужно все время что-то делать. Спасибо. Окей, давайте на сегодня завершим. Спасибо всем за встречу. Значит, вот сегодня у нас она была «Валерий Завис» или «Я Завис»? Он запечатлелся. Останется в нашей памяти на новой памяти. Да, ну, все, такое неожиданное. Да, учитель в конце меня вырубило. Вырубило. Окей, давайте потихонечку завершать. Спасибо вам за встречу. И вот сегодняшняя утренняя у нас такая вот в таком формате последняя, у нас через две недели возобновится все. Вот я вернусь, когда... Ну, а вечером еще сегодня кто приходит, я еще посижу. Посидим вместе. Спасибо. Можем открыть. Кто еще может открыть кошки, посмотреть. До следующих встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok